с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 18 ноября день рождения деда мороза каков возраст зимнего волшебника доподлинно неизвестно поговаривают что целых 2000 лет поэтому дата весьма условная придумали и сами дети великий устюг и считается что именно в это время по многолетним наблюдением здесь на вотчине деда мороза наступает настоящая зима со снегом и морозами ну а теперь о родившихся в этот день 1787 год в этот мир приходит луи жак дагера французский художник химик и изобретатель один из создателей фотографии изобретатель дагера типе она была изобретена практически случайно как следствие очередного опыта и мир узнал о фотографии как говорится мгновение ты прекрасно в 1828 году рождается джон даун британский ученый впервые описавший синдром дауна и назвавший его монголизм а в 1901 году рождается джордж геллоп американский ученый журналист статистик педагог автор научных методов изучения общественного мнения основатель социологической службы названа его именем которые работают до сих пор в 1920 году рождается константин бесков советский футболист и тренер выступал за московская динамо тренировал все ведущие клубы москвы и сборную ссср заслуженный мастер спорта ссср заслуженный тренер советского союза в 1927 году рождается эльдар рязанов кинорежиссер актер драматург сценарист и поэт ну и конечно же одно название фильмов говорит о нем практически все карнавальная ночь ирония судьбы или с легким паром служебный роман жестокий романс но и другие в 1946 году рождается аманда лир французская поп-певица актриса и модель которая смогла записать 18 студийных альбомов в 1950 году рождается михаил муромов советский российский певец актер музыкант и композитор а в 1960 году ким уалт английская поп-певица ну а теперь о событиях этого дня 18 ноября 1626 года папа урбан восьмой осветил собор святого петра ныне известную резиденцию всех пап автором архитектурного проекта стали сразу несколько известных мастеров первым начинал работу в тысячи пятьсот шестом году архитектор доната браманте проект которого предусматривал постройку сооружения форме греческого креста после его смерти строительством занимается рафаэль санти вернувший вид латинского креста то есть храм отличался одной удлиненной стороной затем руководили а бальдосары перуцци а после него антонио да сангалу спустя почти 40 лет строительной работы возглавил известный живописец скульптор и архитектор микеланджело буонаротти 1842 год николай 1 утвердил положение о строительстве первого постоянного моста через него благовещенский стал самым первым разводным мостом через него и самым длинным в европе 1865 год первый рассказ марка твена знаменитая прыгающая лягушка появляется в прессе доселе неизвестный твен сразу же становится весьма популярным кстати он был первым автором который печатал свои произведения на пишущей машинке к тому же с двойным интервалом для удобства редактирования 1870 год впервые голуби были официально приняты почтовой администрации в качестве средств доставки корреспонденции во время осады парижа почта для парижа готовилась в туре сообщения фотографировались с большим уменьшением пленка помещалась кусочек полого гусиного пера заклеивалась воском и привязывалась почтовому голубю 1920 год совместным постановлением нарком здраво рсфср и нарком юста рсфср об искусственном прерывании беременности впервые в мире легализованы аборты в советском союзе как говорилось в интересах женщин 1928 год в нью-йорке проходит премьера первого звукового мультфильма с любимым всеми героем микки маусом до этого он появлялся всего в двух мультфильмах но особо незаметно в 1978 году в джунглях гаяны что южной америке происходит трагедия в городе джонстаун с членами религиозной организации храм народов лидером который был джеймс орен джонс в этот день по указанию своего наставника жители города совершают массовое самоубийство они принимают яд самый массовый суицид в двадцатом веке только подумайте погибли девятьсот восемнадцать человек 276 из которых были детьми 2002 год в лондоне в присутствии королевы великобритании елизаветы второй проходит премьера юбилейного 20 фильма бандианы умри не сегодня в новой ленте супер агента 007 четвертый раз сыграл пирс броснан за три первых дня проката фильм собирает 47 миллионов долларов побив рекорд сборов за фильмы о джеймсе бонди которые принадлежат 19 серии и целого мира мало она вышла в свет в 1999 году очередная картина о бонди обошлась его создателям 142 миллиона долларов 2003 год верховный суд массачусетса посчитал неправомерным лишение права на брак представителей секс меньшинств так массачусет стал первым штатом сша который признал брак между представителями одного пола эти браки легализованы 17 мая 2004 года но сразу же опротестованы рядом общественных организаций но еще об одном событии более подробно 1307 год согласно легенде вильгельм тель поразил стрелой из лука яблоко на голове своего собственного сына жестокий наместник фокт германского императора в швейцарии альбрихт или герман гесслер повесил на площади города альдорфа на шесте шляпу австрийского герцога и отдает приказ чтобы всякий проходящий кланялся молодой крестьянин тель известный как отличный стрелок не исполнил приказание в наказании фокт заставил его стрелять из арбалета в яблоко которое поставил на голову сына стрелка задачи крестьянин успешно справился но затем он признался что если бы попал сына то другой стрелой убил бы гесслера закованного в цепи теля посадили в лодку и повезли через озеро но тут налетела буря и узника пришлось расковать потому что лишние руки грибцам не помешали бы ты конечно же не применула этим воспользоваться и как только лодка ткнулась берег сбежал в горы а вскоре подстерег на узенькой тропинке гесслера но и естественно убил его после этого восстал весь швейцарский народ и изгнал австрийцев навсегда из страны телю поставили несколько памятников а в том месте где он выпрыгнул из лодки на берег даже поставлена часовня образ вильгельма теля вызывал всегда немало споров но согласитесь что легенда очень красивая с вами был николай пивненко в проекте дата